Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня у нас 21 июля 2022 года. Продолжаем отбор сейчас меда на откачку. Тихо знает какая волна, не помню по счету. Короче, люди еще там удивляются, смеются, что не знаешь какая по счету волна откачки. Да я не помню, ты какая по счету волна откачка. Я мед качаю в этом году с мая месяца, да, еще мы начали качать, короче. С конца мая месяца я как начал качать, и качаю его по сей день, перерывами. Как подпечатаю, так и качаю. Смотрите, вот сейчас покажу, и так вот вся пасека выглядит, я снимаю потихонечку где-то магазины, подкачиваю, подкачиваю. Снимаю верхние печатные, идем по нему. Не знаю, сколько я радостно не смотрела. Не жарко, кстати. На удивление, циклон какой-то прошел, идет циклон, в общем, там поросить. И у нас как бы температура такая, нормальная, комфортно. Вот так вот выглядит крайняя рамка вершина. Быстренько покажу. Там просто здесь вот что-то с путь запечатан. Надо убирать, в общем, потому что семьи просели. За столько месяцев взятка семьи уже просели, как бы и они вот как бы не успевают. Тут надо сейчас дальше смотреть ниже, может там получше магазины печатные, их отбирать. А, вот эти магазины немножко ниже опускать, чтобы они их допечатывали. Видите, тут такая. В общем, поверьте мне на слово, магазин этот весь залит. Не буду перебирать, потому что это займет очень много времени. видео снимать. Этот магазин мы пока не качаем, его надо опустить вниз. Для этого надо выдернуть что-нибудь отсюда. Будем надеяться, что где-то здесь есть. В общем, меда собрали неверенно, а пчелы уже просели, потому что уже фиг знает сколько магазинов я снял. Я, конечно, у меня многие пишут, почему ты не заводишь, ну, не разводишь больше пчел не поставить. Почему? Есть же у тебя место позволяет. Мне не надо делать больше пчел, мне бы этот мед продать. Откачать бы этот и продать. Я это задолбался качать сейчас. Я от этого только и делаю, что откачиваю этот мед весь сезон. Я вот как перешел на вот эти улья, а когда еще в них посадил бакфас, то вот этот уже динчик надо брать на откачку. А тут нельзя опускать, потому что пчел не хватает, понимаете? Уже все, уже просели, они, блин, работают уже. Надо забирать, качать. Там ниже сейчас надо смотреть. Короче, надо печатное забирать. Просто чисто физически не хватает пчел сюда, понимаете? Ну, допечатать уже эти магазины. Они меда наносили, но семьи просели, блин. Эта семья вообще без матки работает. Я не знаю, сейчас я спущусь вниз и гляну у них там. Я давал контрольную рамку за складом. Просто засева не было, непонятно, матка то ли облеталась, то ли не облеталась. Вот такой, видите, этот уже повеселее, его надо качать. А вот тут надо опустить вниз, чтобы они допечатали, и тогда уже качать. Да, вот с ними там, чтобы я весь не перебирал. Магазинчик повеселее, в общем, надо его качать. Видите, пчел как мало. То есть пчел по факту уже там на четыре корпуса, на три корпуса пооставалось. Ну, вы представьте, сколько они уже меда принесли. Вы просто, это просто, блин, семьи небольшого, в принципе, размера. Представляете, это такие вот, ну, там, по сути, там, 15, там, 18 рамок пчелы. Да-да-на-да, апсидьте. Они принесли уже, блин, хрен знает, сколько этого меда. Я уже задолбался его снимать, не то, что считать его, нафиг он не нужен, его считать. Люди считают, понимаете, это когда там сезон плохой, ты взял там по три магазина там за сезон, или по два магазина, ты там считаешь каждую рамку. А когда ты его задолбался качать уже, это я уже не знаю, какая волна по кругу, и каждый раз иду, 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 вот так вот прокачиваю, где-то возвращаюсь, докачиваю еще, потому что вот такие бывают магазины, смотрите, сейчас вижу тут тоже печатка. В общем, надо уже опускать их, убирать, в общем, этот мед. Вот видите, крайне немножко вот так вот выглядит. Совсем запечатано не будет. Вот тут вот уже печатано, надо, короче, что-то сейчас выбирать, перебирать, я не знаю, что-то надо отсюда убирать вообще. Перебирать не очень. Видите, вот такие вот рамки надо отсюда убирать, сокращать их, потому что семьи уже просели, тут уже нет столько пчел. Все, они уже износились, уже остался там месяц, грубо говоря, чуть больше месяца взятка осталась товарного. Вот видите, вот это все надо убирать, вот такие рамки. Я сейчас уже буду перебирать, вот такие рамки буду убирать с гнезда. Сейчас уже здесь не получается вот так именно только верхние снимать. То есть тут уже пошло такое дело, что уже семьи ослабели, в общем, они ушли с верхних корпусов ниже, понимаете. И вот уже получается, когда верхний магазин застоит, уже видели сами, его не печатают уже. То есть его залили, а печатать не печатают. Поэтому надо вот эти вот убрать сейчас, опустить его ниже, и тогда их запечатают. Вот такие рамки надо убрать, в принципе. И дальше уже нет смысла их ждать, печатки уже все, нормально. Это уже все, 90% опечатка рамки хватит. Больше 90 тоже там уже. Все. Вот эти вот рамки надо, в общем, отбирать сейчас. Откачать и сократить семьи, не до определенного количества какого-то корпусов, а до апсидки хорошей пчелами. Это раз, и второе. И второе, что обязательно надо, короче, освобождать им будет место. Потому что они там все залили. А сейчас получается сафора цветет, колючки вот это. И пчелы не хотят толком на них работать, потому что они залиты битком медом, у них медовалом, и они смотрят и думают, нафига нам напрягаться, нам тут на пять зим хватит. Вот такого корпуса одного хватает на зимовку и на весеннее развитие. Одного магазина хватает на. Вот там улье на зимовку и на весеннее развитие пчел. Понимаете? В этом улье. А у них вот, только у этой семьи, только сейчас, на данный момент, вот смотрите, сколько этих магазинов, уже вот три мы сняли. Здесь на три зимы уже меда. У них есть. У этой семьи. Ух ты! Прилипляли. Четверка тоже. Така же история? Да. Ну уже так и должно быть, уже главный взяток. Это вот они, когда был главный взяток, было много пчел и все. Они отработали вот этот главный взяток июльский. Отработали его весь. И все как бы. Ну вот я, короче, заберу отсюда с этой семьи уже теперь. Теперь я уже иду и скачиваю, в общем, весь зрелый мед. Ну вот, крайнюю рамку мы ждали, посмотрим. Не буду качать, но очень видно будет. Ну тут сильно они, видите, не раздували, потому что, в принципе, достаточно им было магазинов. Ну вот, вот на четвертую зиму им меда. В общем, не надо столько меда, на самом деле. Они уже перестали нормально работать, потому что у них уже тут слишком много меда. Его надо весь убрать уже теперь сейчас в бидон. И вот я ждал вот такой печатки. Все, вот это уже можно снимать, в принципе. Вот такая печатка уже. Прям 100% нет смысла ждать. Это и так понятно, что такой вот размером рамка такой высоты, она уже зрелая. Все, этот мед уже, блин, будет через сито с трудом идти он будет. Он будет с трудом уже качаться. Ну да. Даже на жаре там тяжело уже выкачивается из рамок и тяжело идет уже. Ну все, да, смотрите, дальше не буду там, короче, все одинаково там, вот все. Опять залито. И так вся пасека. Где-то больше магазинов, где-то меньше, но вся пасека вот так залито. Это, это кроме того меда, который я откачал, который я откачал до этого. Вот, в принципе, я с пасеки уже скачал на сегодня майский мед, акацию скачал, акацию с глядищей скачал и кориандра с разнотравием. А это уже пошло уже разнотравием, летнее уже. Тут уже кориандра в этом меду нету, точно уже абсолютно нету. Я те магазины уже скачал с кориандра. Это уже чисто разнотравием. Самое такое масло. Разнотравили, а еще валом цветет. Пятый, походу, тоже. А так как они залились все битком, от гнезда, да, бывает? Да, да. До гнезда, которые я уже... А вот сейчас смотрим, короче, все, что можно откачать, вот так вот. И так вот такая вот работа сейчас идет. Уже. В это время я, получается... Вот тут вот так вот запечатано. Пойдет наверх, подозревание. Это старое гнездо, которое я выбраковывал. Тут еще будет заливаться. Да, подозревание. Распорт вылупился. И она еще будет подливаться. То есть это еще... Этот магазин еще остается. Вот эти четыре сейчас надо перебирать. Из них три, скорее всего, там идет на откачку. Там на один я наберу где-то таких не совсем печатных, может, рамок. Вот так вот, наверное. Сейчас посмотрим. Ну, вообще, ну, как-то надо так скачать, чтобы еще и в разрез что-то дать. Ну, тут есть еще немножко там серединок удалить, но совсем уже мало. Это старое гнездо. Я на пасеке не использую химию абсолютно вообще за очень много лет. Поэтому... Везде у меня тут ничего, никакой химии нет. Поэтому я спокойно ее буду качать. Работаю маслом половине таврической уже много лет. В принципе, меня он вполне устраивает, как она работает. Поэтому клеща убивает. Ну, так вот. Ну, в общем. Вот так вот уже это гнездо. Еще тут есть куда подлить. Уже так. На две трети, в общем, она залита. Треть еще немножко. Там чуть-чуть тут есть куда подлить. В принципе, уже. Уже оно там дольется. И тут преследующие уже это будет качаться. Качаться будет выбраковываться на перетопку пойдет. Тут эти рамки темные пойдут на перетопку. И так вот тут вся пасека сейчас выглядит. Просто где-то больше магазинов, где-то меньше. Это, кстати, матка моего вывода. Уже бакфаст там, эв какой-то там. В общем, уже не чистый, не эв один. Это уже там моего вывода. Матка. Кстати, это матка. Я ее сохранил. Здесь вот я ее подсаживал в эту семью, у которой проблемы с маткой. Я ее подсадил сюда. Она была в отводке, эта семья. Это был отводок, который я снимал, который медом в городе залился. Вот такие вот. Это к слову о том, что бакфаст, который там F2, F3, он будет нападать. Там кого-то съедать будет, короче. И это. Да, я покажу сейчас. Вот жена, видите, как стоит вот в таком видео. Вот так снимает. Вот. Вот так на нее бакфаст нападает. Это уже F3, по-моему. F2 или F3 какой-то там. Короче, какой-то F там уже бакфаст. Который стал монстрами. Теперь нападает, все их съедает, мед не носит. Сами видите, да, сколько он меда не носит. Теперь еще вот это, что вы только что видели. Теперь умножьте его на три, наверное. Ну или на два, как минимум. Смотри, тут все залито. Угу. Чтобы понять, сколько меда эта семья принесла. Я ее уже отбирал, отбирал. Я уже перечислил, сколько сортов меда уже мы отобрали. И это, сейчас вот они залились на главном взятке. Ах ты. Ну, придают чего, видела? Такая меня тыкнула, жала, но улетела. Ну, то есть не ужалила, а просто тыкнула и удрала. Вот он. Монстры. Видите, какие монстры. Говорят, это F1 там, а потом F2, F3. Вот они вам дадут прикурить. Ну да. Дают, видите, прикурить. Вон, смотрите, пчелок такая пестрая. Разноцветная пестрая. Крутень тут заблудился случайно. Иди туда вниз, под решетку. Ну, все, видите, тоже. На разревание, на откачку. Ну, в принципе, можно считать, что, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Сесть магазинов, по-любому там гнезде что-то есть. Сейчас посмотрим. Ну, давай, давай уже покажу дальше. Там все время есть. Тут, короче, подлито тоже, видите. Ну, это еще понятно, не качается. Это еще пойдет наверх. На долинку, допечатку. Уже долистаю, покажу. Тут что-то овощина еще вставилась. Вот это, наверное, и была овощина. Да, да. Просто не помню, куда вставить. У меня вот там суши не хватало, я вот такие доли овощины. Да, наверное, вот это была овощина, не протягивая. Вот это вот была сушка, потому что она раздутая. Это явно раньше было залито, потому что это была сушка. Ну, да. Вот это уже и печатается. Это была сушка, а то была овощина середина. И вот тут была сушка тоже с ними, вот она раздутая. То есть края были сушка, середина была овощина, поэтому она меньше залита, короче. Ну, то есть ее пока оттянули, пока начали лить, уже прошло время, а края сразу по три. Края, поэтому теперь, выглядит это так, уже печатно, раздутая. Вот это была сушка просто. А середина была по три овощинки едва. В этом году я так делал. Семь едва по три овощинки. Сколько там по времени? Пять. Ну, просто уже в гнездо спустимся. Ну давай. Уже одно гляну и в обратку буду уже. Теперь в обратку что я буду делать? Короче, я буду каждую рамку сейчас перебирать уже в это время. Уже взяток идет, я говорю, он уже пошел вниз. Сейчас семьи просели и взяток также уже все. Главный взяток прошел, уже в принципе он стух. Теперь остается добрать такое там. Сейчас уже такой взяток пойдет, что знаете, если еще два магазина принесут, это будет прям шикарно. Ну и количество магазинов я вам даже не могу сказать сколько она принесла, честно. Сами понимаете, что это за 100 кг. Хотя такие цифры у кого-то вызывают там нервные там тексты, поэтому я стараюсь не озвучивать. Но сами понимаете, что когда один магазин 10 кг, то сами понимаете, что семья за 100 кг приносит. Хороший год как этот, этот год неплохой. Развитие было изначально плохое, но потом все наверстали. Вот семейка была слабенькая, кстати, из зимы. Обсыпалась сильно она тоже по техническим причинам. Но сами понимаете, что если бы эта семья была заклещённая, как там говорили, они ей что-то там только не писали. Если бы у меня пасека была там реально заклещённая или что-то какое-то. Сами понимаете, что эта семья так бы не развилась, столько бы мёда не собрало. Обсыпались у меня пчелы конкретно, потому что если у вас мороз, поедут танковые колонны мимо пасеки в 20 метрах, то я посмотрю на ваших пчёл. Вот когда у вас проедут? Тогда же нету 20 метров. Тогда тут даже 20 метров нету, наверное. Не, ну 20 есть. Вот когда мимо вашей пасеки в 20 метрах будут танковые колонны ехать. Зимой в мороз. Эшелоны. Вы мне потом расскажете, как ваши пчёлы перезимовали, я вам потом расскажу. Что они от клеща посыпались, как мне там писали. Ну тут нектарчик подливается. Я хочу посмотреть вообще, тут я обставил контрольную рамку. И просто хочу посмотреть, как бы либо матка должна начать сеять, либо они должны оттянуть на контрольной рамке. Ну и тут ещё пчёл нормально. Это вот уже тут матка не сеет уже, блин, больше месяца, короче, здесь матки нету. Уже месяца полтора здесь матки нету. Это так уже, около полутора месяцев здесь матки уже. Ну, как я отобрал, да. Тут здесь подливают, короче. С учётом этого мёда, короче, можно считать, что там 6 магазинов есть мёда. То есть 50 плюс килограмм вот только сейчас, вот только на последнем взятке она принесла. Сами понимаете, что... Ну зачем мне больше мёда? Мне от этого мёда, который я откачаю в этом году, мне хватит его торговать везде. В прошлом году я немножко меньше откачал, мне не хватило там, последние там месяца полтора, да? У нас прилавок без мёда был. Ну вот буквально, а в этом году я как раз это и докачал. С условием того, что ещё много привезли мёда в этом году. С Херсонской, Запорожской области. Ну, кстати, честно вам скажу, что я вижу, что продают как бы Херсонская, Запорожская область. То есть у них есть немножко акации, там привозят немножко акации. Но они её дёшево не отдают, потому что у них её тоже мало. По 2000 я видел, как продавали за 3 литра, а её покупали вполне. Ну, то есть они держат цену всё равно. То есть я продавал, в принципе, свою акацию 200. Ну, небольшая разница. Ну да, на 100 рублей. То есть они по 2000 вполне себе неплохо торговали. И у них её там пшик было, её сразу разобрали. А подсолнух у них был прошлогодний. И рапс этого года, они сидели, бамбук с ним курили. И рапс по 3 литра за 1000 продавали. Никому нафиг не нужен. Подсолнух 800, 3 литра. А потом 500 рублей, 3 литра, никому нафиг не нужен. И кто его не брал вообще? Это вы, чтобы понимали насчёт конкуренции. А, ну, хорошая беда, да, привозить. Ну, они мне, блин, не конкуренция. Тут ещё есть политические такие нюансы немножко. Я не хотел как бы об этом сильно. Я так скажу. Короче, подходят люди. Ну, большинство вот людей подходят. У меня крымчане, да? Я имею в виду вот именно крымчане. Ведь спрашивают, мёд у вас украинский или наш крымский? Я говорю, наш крымский. Они берут. Я пробовал говорить, вот наш крымский, а вот это украинский и ставить дешевле. Ну, просто для интереса. Вот я ставил, просто брал. Ну, называл, да, дешевле мёд. Просто для себя понять как бы. Короче, не хотят они дешевле украинский брать, а берут дорожек крымский. Поэтому, так вот. Крым это республика всё-таки. Я тоже, если честно, ну, в первую очередь возьму крымское. Сказать, поддержать отечественного производителя надо. То есть, это даже не то, что там люди у нас недолюблюют Украину там или что-то такое. Да нет, ну, не в этом что-то. Просто дело в том, что крымчане, они как бы так... В общем, крымчане любят всё крымское. В первую очередь. Это всегда так было. Во все времена так было. Было и было. Да, кто там, конечно, переселенцы там, особенно которые последние годы приехали с Украины, они покупают украинское с удовольствием. Ну, то есть, они патриоты, как говорится, Украины там. Ну, это нормально. То есть, они патриоты своей родной земли. А крымчане патриоты своей родной земли. Они при... Я прихожу в магазин, я покупаю крымскую воду, она дороже будет стоить, чем привозная. Но я возьму, в первую очередь, крымскую, честно. А если не будет уже крымской, я возьму там любую другую. Но приоритете я возьму крымская. Я, ну, блин, все так крымчане, мне кажется. Ну, большинство из моих знакомых крымчан так поступают. Приходишь там магазин, там или куда-то приходишь, овощи так вот у меня соседка торгует овощами давай дойдем посмотрим рамочку и заодно поделюсь но это так и есть как бы это правда времени не хватит я покажу вот одну рамочку и все это есть так это правда так оно есть по сути не знаю нравится кому-то это не нравится но так оно есть понимаете я за правду короче так вот правда такова что крымчане возьмут быстрее крымская ну и что я тут вижу я здесь распут ставил контрольная так вот тоже точнее до маточника значит должна быть матка ну да а где засел блин смотрите это контрольная рамка я давал так я не понял на какую я вставил контрольную а не вот эту так должен был эту по идее ну подожди сейчас что-то я не могу понять я сюда точно давал контрольную рамку я помню расходом ничего не мог выйти максимум должен быть печатным где делся расход где делся расход так нет я не понял где расход заканчиваем вот какой-то расход получился он а он печатный блин так нет этого чуть я не пойму я сюда ставил рамку там точно был там точно был открытый расплод это я точно помню контрольная оставил но маточников я не вижу не заложили они маточники и при этом расплоды я все равно не вижу 23 придется давать еще одну ладно все короче буду сейчас давать еще раз контрольную рамку сюда